Увольнение в ГАИ, за что распрощались сотни инспекторов, кто следующий и начало ли это обещанных реформ? Подробнее Елена Митясова. МВД начинает уборку в ГАИ. Начались те, кто выполнял преступные приказы предыдущей власти во время Евромайдана. Уволены 102 инспектора, не по статье, по закону иллюстрации. Все эти рапорты, все эти протоколы, которые складывались на представителей Автомайдана, у нас есть. Мы их надали соответствующим органам, которые проводят расследование. 38 открытых уголовных дел, и это не предел, говорят в ведомстве. После инспекторов пойдут руководители. На пустые места в Киеве уже объявили набор добровольцев в новую патрульную полицейскую службу. Почему не так кардинально, как было в Грузии? И о чем опыте так много говорят наши политики? Там одновременно всех уволили и заменили новыми. Если мы сейчас возьмем и уволим и наберем новых честных людей, но не поменяем систему, государство к этому не подтянется, они очень быстро станут снова коррумпированы старой милицией. И вот что говорят о реформаторском опыте Тбилиси наши грузинские коллеги. В масштабах всей Украины проводить такую реформу, наверное, гораздо сложнее, чем это было в масштабах всей Грузии. Плюс еще один момент. В Грузии, когда приходила новая власть, все были абсолютно за то, чтобы полностью реформировать эту структуру. Но если это делать все такими мелкими шагами, как сейчас проходит в Украине, я думаю, что эта реформа затянется, если на годы, это еще в лучшем случае. Но у замглавы экспертного совета при МВД есть и другой пример. Нужно поменять систему, и тогда вы просто сами увидите, что те, кто привык работать по старому, они сами уйдут, потому что они не смогут работать по новым правилам. Прозрачным, честным и относительно откровенным перед публикой. Этот путь прошла Литва, Польша. Но пока законодательной базы нет, а значит, расформировать ГАИ и создать новую структуру полицейские патруль сегодня нельзя, утверждают эксперты. По закону вызначено, что автомобильный транспорт имеет право заполнить инспектором, а такой нет. А тут заполняет сотрудник другого органа. Пока будут обучать новых сотрудников, законы могут измениться. Но где возьмут деньги на выплату компенсаций уволенным милиционерам? Бюджет минимальный, а новобранцам полицейской патрульной службы уже обещана достойная зарплата, которая позволит не заглядывать в карман водителю. Правда, о какой сумме идет речь, пока молчат. Елена Митясова, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер.